всем привет дорогие друзья привет мы с айханом находимся в стамбуле и сейчас мы отправляемся в район бешиктаж на орта кей от таксима сзади меня находится площадь таксим вы идете по вот этому вот этому вот парку и увидите автобусы на автобусе вы можете доехать до орта кей мы еще там не были с вами и если кто-то был то обязательно напишите в комментариях понравилось вам или нет ну а мы едем первый раз вот наш автобус до орта кире дт1 заходим платим карточкой карту стамбула можно купить вот таких вот ларечках видите написано истамбул карт ну и купить эту карту вы можете класть на нее деньги в метро в специальных автоматах которые я вам уже показывала раньше стоит такая карта по моему лишь 5 наверно сейчас мы идем по направлению к знаменитой мечети на орта кей и хочу вам показать вот эти вот улочки ехать до орта кей из таксима на буквально 10 минут на автобусе поэтому орта кей также говорят является одним из самых красивых районах стамбула и вот мы уже видим вот эту вот знаменитую мечеть это эту мечеть я думаю что видели и в интернете на фотографиях это такой образ с открыток особенно когда фотографируют эту мечеть зимой когда здесь очень много снега здесь конечно такой туристический район и вот она красивая красивая мечеть которая сейчас я вам скажу как называется которая называется бюк миджиде джами орта кей джами мечеть орта кей прям прям на берегу моря большинство водных прогулок стамбуле начинается как раз пристани арта кей и друзья обязательно посетите этот район потому что здесь расположились и многочисленные рыбные ресторанчики же ровни на которые готовят национальные вкусности и конечно же лавки с украшениями из серебра и сувенирные магазины в этом месте европу и азию соединяет первый босфорский мост вот вы его видите на фоне мечети и один из двух величественных мостов которые по праву считаются одним из самых красивых и одними из самых красивых подвесных мостов в мире его построили немецкие и английские строители в 1973 году а его длина между опорами составляет 1074 метра и небольшую площадь у самой воды украшает мечеть меджиде или орта кей на который стоит взглянуть хотя бы потому что она совсем не мечи на мечеть не похожа она похожа на дворец в стиле барокко но и конечно же здесь большое количество туристов и местных и вы видите многочисленные лавочки рестораны многочисленных туристов которые сидят отдыхают ну и конечно же вот это вот красивейшую мечеть как я уже сказала которая похожа на дворец мы здесь никогда не были но нам уже с айханом нравится поэтому когда вы будете в стамбуле от центра ехать совсем недалеко конечно же приезжайте и наслаждайтесь этим красивым местом мячете орта кей была заказана в 1853 году султаном абдул меджидом известному архитектору никогосу бальяна потому что самому бальяна который построил дворцовый комплекс дома бахче потом именно потому что он построил этот комплекс работа были закончены в тысяча восемьсот пятьдесят четвертом году и мечеть меджиде уже радовала обитателей столицы османской империи в семьсот двадцать первом году на этом месте была построена маленькая мечеть и далее на ее месте уже построили вот это вот великолепное здание мечеть была открыта для посещения только в две тысячи четырнадцатом году и мечети построены при этом султане делится на две части и вот здесь вот мы видим частный покой султана где он непосредственно принимал своих гостей а вот так вот мечеть выглядит изнутри и кстати непосредственно сам султан абдул меджид был был мастером каллиграфии и действительно друзья она напоминает дворец дворец в стиле барокко вот он красавец мост и а именно отсюда как я вам говорила раньше отходят туры часовые туры которым вам покажет расскажет все основные достопримечательности стабуна и вот она красавица мечеть невероятно красивая еще я мечтаю попасть сюда на фотографиях я видела как здесь красиво зимой когда все покрыто снегом здесь тоже невероятная атмосфера поэтому очень хочется приехать сюда еще зимой но наконец-то моя мечта опять друзья сбылась я увидела арта кей в живую потому что ну уж очень очень красивая мечеть а тур стоит 25 лет часовой тур это достаточно ну такая нормальная цена невысокая поэтому если хотите то можете прокатиться мы в этот раз не поедем потому что холодно но обязательно поедем летом когда будет намного погода получше будет теплее чинга и панили финишисты импульс вот такие вот улочки на арта кей и что самое интересное здесь везде продают кумпир кумпир это картофель с наполнителем вот такой вот картофель и внутри вы можете взять и капусту соленые огурцы на общем очень вкусно кто не пробовал кумпир совету я очень очень люблю кумпир здесь находится многочисленное кафе и конечно же лавки с сувенирами бесконечные ряды лавок самыми самыми разными сувенирами проезд в общественном транспорте в стамбуле стоит 2.60 лиры для взрослых 1.25 лиры для студентов и 1.85 лиры для учителей и те у кого есть социальный карт а также можно купить проездной на месяц и он стоит 205 лир для взрослых и для студентов 85 для социальной карты 125 лир и если вы едете с пересадками то сначала вы платите 260 потом при первой пересадки лирус 85 при 5 пересадки уже получается 90 куруши поэтому пользуйтесь картами выглядят они вот таким вот образом истамбул карт пока мы ждем свою очередь расскажу вам немножко про этот дворец дворец долма бахче является самым не турецким из монарших резиденций в стамбуле и он был создан для того чтобы посоперничать помпезности с лучшими дворцами европейских правителей и султану абдулмиджиду который построил этот дворец это удалось этот дерзкий замысел блестящий стиль барокко обрел на берегах босфора особый шарм в чем вы также можете убедиться когда приедете в этот дворец строили этот дворец 11 лет с 1842 53 годы и причина его появления каприз тогдашнего правителя Турции султана абдулмиджида первого прогрессивный монарх тяготился громоздким тяжелым архитектурным наследием предшественников и пожелал иметь собственный дворец в духе европейской роскоши для нового дворца выбрали живописное место на европейском берегу босфора и работа закипела под руководством армянского архитектора амира бальяна на самом деле дворец дома бахче влетел в копеечку государству только золото и стратили 14 тонн но кое-какие детали интерьера удалось получить бесплатно например люстру весом 5 тонн из богемского стекла подарила королева подарила королева Виктория дальнейшая история долма бахче знала взлет и падения и приемлик абдулмиджида предпочел построить себе еще один дворец дворец елдис официально долма бахче является стамбульской резиденцией премьер-министра Турции и последним жителем долма бахче стал Ататюрк здесь же он скончался в 1938 году ныне ложе первого президента Турции одна из главных достопримечательностей дворца вот такая вот длинная очередь стоит в кассе друзья и входной билет стоит 60 лир есть также отдельные части дворца и входной билет стоит в гарем например 30-35 лир вот так вот выглядят одни из главных ворот дворца снаружи и общая площадь долма бахче составляет 4,5 гектара представляете и для посетителей открыта большая часть мы сейчас прогуливаемся вокруг дворца и в дворце более 10 павильонов пристроек шале в общем это очень большой комплекс и поэтому друзья а также 285 комнат и 44 и 44 зала приемов обязательно посетите летний дворец и расположены на берегу боскора другие павильоны в общем друзья вот так вот выглядит со стороны этот замечательный дворец мы в этот раз в него не попадаем поэтому будет еще раз возможность приехать в Стамбул и посетить этот прекрасный дворец а если вы сюда приезжаете обязательно обязательно посетите дворец в апреле в Стамбуле начинается фестиваль тюльпанов и постепенно друзья по всему Стамбулу начинают высаживать тюльпаны и вот такая вот красота здесь в районе Бешикташ вдоль дорог а сейчас мы идем на паром от Бешикташа до Эминьона вдоль стен как раз дворца в воскресенье парома от Бешикташа до Эминьона нет поэтому мы сейчас едем на автобусе до Каракёй а потом поедем на тюннеле на старом метро которое я показывала вам в прошлом видео в прошлом поездке в Стамбуле до улицы Истекля сейчас мы поедем на тюннеле находится он на противоположной стороне от моста и вход выглядит вот таким вот образом тюнель это второе по старости метро в мире длина тюннеля в Стамбуле составляет около 800 метров и вот так вот тюннель выглядит был построен в 1875 году и до сих пор действует но сейчас это такая туристическая достопримечательность и способ быстро доехать от Каракёя до улицы Эстекляль построен в 1875 году 573 метла длиной и длится всего всего 90 секунд поездка в 1875 году в 1875 году в 1975 году в 1875 году в 1876 году Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok